Мы приветствуем всех, кто сегодня с нами, и вы не зря включили сейчас канал ТВ Пробуждения. Сегодня на нашем канале премьера, долгожданная премьера, потому что в России открывается на базе Международного исследовательского центра Пробуждения отделения Института Монро, первое в России. И мы рады приветствовать вас и представляем вам новую рубрику «Миры Роберта Монро». Я больше, чем мое физическое тело. И я рада приветствовать сегодня в студии Анну Герштейн, регрессолога-исследователя, руководителя направления Монро в Международном исследовательском центре Пробуждения. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Насколько своевременно появление вот этого отделения Института Монро в России? Ну, на самом деле, оно даже немножечко запоздало. Пик исследований в Институте Монро, которые наиболее интересны и представляют интерес для, я думаю, наших зрителей, пришелся на конец прошлого века, начало этого. Но теперь мы рады, что мы можем представить и в России отделение Института Роберта Монро. Вот вы знаете, зритель нашего канала, вот не было ни одного эфира, чтобы нам не задавали вопрос, когда, наконец-таки, будет. И вот оно есть. И сегодня, наверное, для тех, кто не совсем в курсе, имеет смысл рассказать, а кто такой Роберт Монро? Роберт Монро – это американский предприниматель, инженер, который родился в 15-м году прошлого века. И он достиг больших успехов в своей профессии. Он был радиопродюсером, он издавал свои радиопрограммы, он даже писал музыку. И в какой-то момент, неожиданно для самого себя, он обнаружил у себя способность к выходу из тела. И настолько заинтересовался этим процессом, что основал для начала лабораторию при одном из своих радиозаписывающих концернов, которая потом переросла в Институт прикладных наук. И в дальнейшем этот институт вырос уже в Институт Монро, который занимается исследованием сознания. Исследованием расширения сознания. Ну вот можно ли пояснить немножко расширение сознания? Это то, что мы называем ВТО, внетелесный опыт? Или это еще что-то? Да, начиналось все именно с нетелесного опыта. Как признается сам Роберт Монро, изначально создавая эту лабораторию, он преследовал свои собственные цели и хотел понять для самого себя, что же с ним происходит и есть ли другие такие люди. Но постепенно, исследуя, узнавая все больше и больше, они смогли в этом институте разработать другие программы, которые позволяют не только ВТО рассматривать как сам процесс, но и использовать другие возможности нашего мозга, нашего сознания, которые ранее не были задействованы. При институте разработано очень много программ, очень интересных. И, конечно, я думаю, мы про все вам расскажем. Чем вы, как руководитель направления, будете заниматься? То есть как будет ваша деятельность выглядеть? Во-первых, мы очень заинтересованы в том, чтобы на территории России открылся и действовал клуб Роберта Монро, в который мы приглашаем всех зрителей, всех заинтересованных. На этом клубе мы сможем прослушивать программы института Монро, обсуждать их, делиться опытом, ну и прочие, я думаю, интересные вещи, которые понравятся участникам и заинтересуют. Помимо этого мы планируем рассказывать о всех новинках в исследованиях, естественно, самостоятельно заниматься исследованиями, изучать, насколько это возможно, границы собственного разума и пробуждать других. А что нужно для того, чтобы вступить в клуб Монро? Можно ли это сделать прямо сейчас? Да, пожалуйста. Вы можете присылать ваши заявки на электронный адрес, который вы сейчас видите на ваших экранах. Это monro.sobachka.probуждение.center. И, естественно, мы ответим на все заявки и будем рады всем участникам нашего клуба. У Роберта Монро не так много книг. Многие исследователи, там даже Долорес Кэнн, она ставила целую библиотеку, можно сказать, да, у Монро всего три книги. А можете ли вы сказать, почему и что это за книги? Свои исследования Роберт Монро, во-первых, начал в достаточно зрелом возрасте, ему уже было за 40 лет. И первую книгу он писал приблизительно 20 лет. То есть это концентрат исследований, наблюдений, его собственные дневники, которые он активно использует в этой книге. Концентрация информации там колоссальная. И ценность этих книг, ну, их невозможно переоценить. То есть они действительно уникальны. Ну и, соответственно, следующие книги он очень тщательно продумывал и потратил много сил и времени на их написание. А для наших зрителей канал ТВ «Пробуждение» подготовил новую рубрику, которая так и называется «Знакомство с книгой». Смотрите ее на нашем канале, следите за анонсами и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok